О! Я никогда не говорил о маленькой украинской культуре, а то, что вы это подхватили лишний раз, показывает качество дерьма, которое вы держите в своих головах вместо мозгов, но лучшего аргумента в пользу этого тезиса, чем ваше собственное поведение, не существует. Жалкий набор подмен, трусости, нищих психологических защит, вроде подмены и обесценивания, не дядя и тетя, это не европейская культура, это психиатрия, и вот мое улюблено. И лучший вклад в сокровищницу украинской культуры было бы собрать вас всех вместе и отправить в школу для дефективных подростков на лечение. Чем и займемся. Формула невежества, дикость и патриотизм не спасают ребята и девушки, потому что патриоты здесь все, а дикари только вы, я понимаю, что вам хочется социальный лифт и траля-траля. Дмитро Медведев, значит, набухався и снова вышел с текстом. И одержал костюм оковым. Короче, цей текст, який дуже схожий на текст Медведева, это Арестович сказал. И у меня вопрос, я вчера зрозумев одну такую штуку, я ее прям відчув, после его выступления на этом европейском форуме, разговора с Фейганом и всеми другими, ну, это про европейский форум мы сейчас поговорим, смотрите. А, после сегодняшнего, покажите пост про акулу, то он обратился к украинцам, а тут он обратился к украинцам. Судя по количеству и качеству шуточек про убитого акулы и россиянина, расчеловечивание уже тут, если оно тут, у вас, значит, вы проиграли, вы такие красивые проиграли банальному серому скучному злу, сами стали злом банальным серым скучным. Короче, вот я обняв бы Арестовича, если бы эти посты были про россиян, но у Арестовича про россиян этих постов нема. Про россиян он пишет, не все так однозначно, путинисты это путинисты, русские это русские, там, Альбац, иди сюда, сделаем тебе ребенка, Альбац, иди сюда, сделаем тебе ребенка. Тобто, россиян он обнимает, целует в дупы, значит, нежно гладит по щекам и рассказывает им, россиянам, что вы не такие уже плохие, просто вы в таких обстоятельствах. Вы в таких обстоятельствах, у вас Путин поганий, значит, керівництво плохое, а вы россияне, вы хорошие. Это он говорит стране, которая напала на Украину, в которой он живет. А украинцам вы говорите, давайте, первый скрин, украинцев он называет, покажите первый, нет, второй давайте, если это для вас. Украинцев он называет, ёбаный, клоуни, вот, дякую вам за вашу швидкость. Он называет Тарасом, реально, он это говорит, он это пишет. То есть, он живет в стране, среди граждан, которые сделали из него того, кого они из него сделали. То есть, он думает, что это он из себя сделал, это он зерка. Ни хера, это тебе люди сделали зеркой, как и меня люди сделали, вот на этом месте, это они на меня подписались. Это не потому, что ты такой прям раз таки, это потому, что они тебе захотели. И тут он всех вафлить, все для него кинчені, колгоспники, он всех будет там, куда-то там, в одном помещении закрывать и ликовать, а россиян он целует в дупу. Будь ласка, чемодан, вокзал, Лондон. Не треба в Россию, там его заарештуют, там Путин, там поганий. В Лондоні, Чичваркін, Хадарковский. Чимодан, вокзал, Лондон. Їдешь туда, и с хорошими россиянами будешь светло Россию в будущем. Что тебе тут делать с нами, колхозниками, такими от поганими, гидкими, которые не хотят воспринимать российскую культуру. Чому ты не идешь в Россию, сейчас, от, вибачьте, я, одну секунду. Чому Арестович не идешь в Россию и не каже ей? Нет, Россия не. Украинская культура сделала вашу российскую культуру. Украинская культура, это важливо для вас, россиян. Нет, он кнется до нас в Украину и рассказывает нам, что российская культура важлива для Украины. Что это за позиция, взагалі? Хочешь целовать россиян в сраку? Їдь, целуй. Нас в эту историю не втягуй. И если кто-то один, блин, бегает, как курка с отрубленной головой, кричит, вы все дураки, одни я тут разумен, то плохая новина. Скорее всего, все не дураки, а дурак той, кто бегает и влаштовывает истерики с матюками. Дякую.